Подготовка к фестивалю началась заранее. Всего участники прошли два этапа – отборочный тур и галоконцерт. В отборе участвовало более 50 коллективов из Твери и области. Финал прошли не все. Для участия в галоконцерте отобрали коллективы с самыми интересными музыкальными и танцевальными номерами. Секретами успеха делятся участницы клуба «Лебедушка» из Пеновского района. Как говорится, репертуар на первом месте нужно удачно выбрать песню, чтобы она прозвучала, чтобы она смотрелась и понравилась людям. В холле Дома культуры расположились стенды с предметами ручной работы – от игрушек и вязаных изделий до зимних заготовок. Это еще раз доказывает – Верхневолжье богато активными пенсионерами. В концертном зале не было свободных мест. Выступление финалистов заинтересовало не только представителей старшего, но и молодого поколения. Песня «Лебедушка» Любой человек, вышедший на пенсию, достоин того, чтобы его жизнь была активной и насыщенной, чтобы пенсия стала временем новых возможностей. Поэтому мы не прекращаем грантовую поддержку общественных объединений пожилых людей. В этом году на эти цели предусмотрено 3 миллиона рублей. Кроме того, в Верхневолжье действует целая система поддержки пожилых людей. Социальный автомобиль на селе, компенсация затрат на лечение, газификация домов и квартир, жилищные субсидии, а также компьютерные классы. Губернатор пожелал зрителям и артистам здоровья и творческой реализации. Всем финалистам вручили почетные дипломы. Субтитры создавал DimaTorzok